Очень люблю трюфель с твёрдым сыром и с цедрой лайма. А ещё, по мнению Олеси, с шоколадом прекрасно сочетаются свежемолотые кофейные зёрна, фисташки, брусника. Рецепты конфет она придумывает сама. Сначала угощала авторскими трюфелями друзей, родственников. Затем заработала сарафанное радио, начали поступать заказы от незнакомых людей. Так хобби стало приносить деньги. Но пошло, 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 пошло. И просто привело меня к тому, что я открыла, так скажем, бизнес, как это модно сейчас говорить. И сейчас мои конфеты продаются в лучших магазинах города Челябинска, города Екатеринбурга. В период пандемии сладкий бизнес Олеси не только не пострадал, начал активно развиваться. На самоизоляции она открыла онлайн-школу. Делится со всеми желающими своими авторскими разработками и учит, как делать эксклюзивные конфеты, не выходя из дома. Но, по словам Олеси, это не просто кондитерские курсы. Я развиваю именно сообщество. Сообщество женщин, мужчин, а именно тех людей, которые хотят жить в позитиве, которые хотят радоваться, которые хотят прежде всего развиваться. Сейчас сообщество объединило уже более 500 человек со всего мира. До пандемии Олеся 20 лет работала в банке, занимала руководящую должность. Но возвращаться в профессию не собирается. Спрос на ее авторские конфеты растет так быстро, что новоиспеченный кондитер думает уже об открытии своей фабрики.